Родители современных детей часто жалуются, ребенку ничего не интересно, он абсолютно не хочет учиться и увлекается только компьютерными играми и другими развлечениями. Знакома? Это программа «Мамина школа», меня зовут Олеся Новикова и сегодня мы обсудим, как повысить мотивацию школьника. Смотрите в программе. Как пробудить в ребенке желание учиться? Первоклашки и трудности начинающих. Еда для пятерок. Чем накормить будущего отличника? Что делать, если ноша невыносимо тяжела? Советы ортопеда. Обзор интересных книг для тех, кто недавно пошел в школу. Современные дети теряют интерес к учебе все раньше. Это подтверждают учителя и психологи. Можно ли ситуацию как-то исправить? Обсудим сегодня со школьным психологом Анной Комовой. Анна Анатольевна, добрый день. Здравствуйте. Мотивировать первоклассника, мне кажется, совсем несложно. Можно сказать, вот будешь хорошо учиться, учительница тебя похвалит, поставит тебе пятерку и мы тоже будем тебя хвалить. И, естественно, после этого первоклассник старательно выводит крючки и закорючки у него все получается. У старшеклассника уже другая мотивация. Он знает, что планирует поступить в ВУЗ и поэтому он сам работает на аттестат. Какие еще бывают мотивации? Ну, мотивация бывает внешняя еще и бывает внутренняя. Вот если мы говорим о первокласснике, то, скорее всего, чаще бывает внешняя мотивация. Ребенку нравится, что у него новый портфель, что у него много новых тетрадок, новых книжек. И вот это его стимулирует на то, чтобы учиться, писать свои закорючки, крючочки и получать положительные оценки и радовать своих родителей. У подростков это нечто другое, потому что тот уровень знаний, который получает подросток, он гораздо сложнее. И здесь приходится уже намного больше трудиться, чем тому же первокласснику. И плюс меняется род деятельности. Как мы все знаем, подростки уже меньше уделяют внимания учебе, а больше уделяют как раз время, внимание, общению со сверстниками. И их довольно сложно, так скажем, уговорить учиться. Поэтому наша задача, задача взрослых, сделать все возможное и невозможное, чтобы наши дети ходили в школу с желанием. А это очень сложно, как показывает практика. Правда ли, что только родители могут привить ребенку вот этот интерес и тягу к знаниям? Потому что у школы, можно сказать, немножко другие задачи. Школа хочет дать как можно больше знаний, а давать их интересно, просто вот нет времени ей. Ну я тут не соглашусь, что это все-таки не только родители, велика роль родителей, очень велика. И может быть где-то, я сказала бы, что и больше роль родителей, чем школы. Но школа тоже не может от этого процесса остаться в стороне, потому что то, как учитель расскажет свой предмет, то, как он сможет заинтересовать ребенка своим предметом, зависит очень многое. Сейчас ни для кого не секрет, что школы перешли на новые стандарты. И вот как раз новые стандарты позволяют детям вырабатывать у них умение ставить цели, достигать этих целей, добывать знания. И тем самым стимулируя повышение мотивации. Потому что, когда ребенок просто приходил на урок, получал... А ему просто в рот клали знания. В рот вкладывались эти знания, их надо было просто переварить и потом... Повторить один раз. Повторить, да. То это, в принципе, не такой интересный процесс. Но на самом деле зависит все-таки от учителя. Независимо, это был советского периода учитель, либо это современный учитель. Тот учитель, который хочет донести какие-то знания до детей, он всегда найдет возможность сделать это интересно, увлекательно. И чтобы каждый урок был чем-то полезен и интересен ребенку. Если же урок превращается в какое-то монотонное действие выполнения определенных действий, то... Десять раз встав пропущенные буквы. То, естественно, такой процесс обучения, он становится скучным. А когда ребенок знает, что у него есть какие-то определенные задачи, цели поставлены на уроке, и их надо достигнуть, естественно, он пытается их достигнуть. Опять же, если не будет ребенок прикладывать каких-то усилий, если ему будет чересчур все легко, у него тоже мотивация от этого не повысится, не улучшится. Такое, кстати, часто бывает, когда с ребенком слишком много занимаются в дошкольном возрасте, когда он уже умеет и читать, и писать, и считать, и просто вот... Ему слишком просто все дается, поэтому неинтересно. Да, он приходит в школу, и порой его сверстники этого еще не знают, а он уже это знает и умеет, и ему просто неинтересно, и интерес к учебе пропадает. Но, опять же, здесь все зависит от родителей, зависит от учителя. У нас каждый учитель, глядя на тот контингент детей, который есть в классе, он может сориентироваться, кому-то посложнее дать задания, кому-то полегче, и все будут задействованы, все будут работать. Тут самый индивидуальный подход, но работать сообща должны и родители, и школа. То есть надеяться, что кто-то приведет мотивацию, а ты как бы со стороны посмотришь, и получилось или нет, на это надеяться не стоит. Все знают, что вес портфеля школьника должен быть не больше 15% веса самого школьника. Вот только в реальной жизни эти цифры значительно выше нормы. Конечно, сделать портфель легче у нас, наверное, не получится, придется с этим просто смириться. А вот как помочь спине школьника пережить эту тяжелую ношу, мы сейчас узнаем у ортопеда медицинского центра «Медин». Здравствуйте, меня зовут Александр Олегович. Сегодня мы с вами поговорим о том, как сохранить осанку вашему ребенку при чрезмерно избыточном весе его портфеля. В первую очередь, необходимо обратить внимание на массу самого портфеля ребенка. Она должна не превышать более 10% от массы тела. Необходимо обратить внимание на то, чтобы портфель у ребенка был каркасным, хорошенько держал форму. Лямки были широкими и S-образными. Следующим пунктом, на который мы должны обратить внимание, является укрепление мышц спины ребенка. Ни одни физиопроцедуры массажа не сделают спинку крепкой, как сделают физические упражнения. Но также про массажи нам необходимо не забывать. Поэтому постоянно занимаемся спортом, физкультурой, желательно плаванием. Необходимо хорошо скоординировать режим труда и отдыха ребенка. Необходимо менять вид деятельности. Длительное время мы не должны засиживаться. Обращать внимание, чтобы ребенок не сидел больше 40-50 минут и как-то менял вид деятельности. Сидячего положения на лежачей, либо наоборот, смены физической активности. Необходимо обратить внимание на обувь ребенка, так как проявление плоскостопия может привести к перекосу таза и деформации осанки ребенка на будущее. Это были мои советы по улучшению и укреплению осанки ребенка. Будьте здоровы, всего доброго! Самый простой и действенный способ вызвать у ребенка стойкое отвращение к учебе – это насильно усаживать его за парту и каждый день устраивать разбор полетов по поводу оценок и каких-то неудач. О школьной мотивации говорим мы сегодня. Ясное дело, что в каждом возрасте у ребенка свои приоритеты, поэтому я предлагаю сегодня рекомендации по мотивации разделить по возрастам. Вот давайте начнем с младших школьников. По идее, ребенок пришел в школу, 7-8 лет, у него повышенная познавательная активность, и по идее он должен хотеть учиться, но почему-то очень многим младшим школьникам в классе сидеть скучно и неинтересно. Ну, начнем с того, что особенно в младшем возрасте, прежде чем говорить о мотивации, есть такое понятие, как произвольность, которое складывается как раз в дошкольном детстве. Если ребенок играл в игры, в которых надо было соблюдать определенные правила, если надо было выполнить какое-то задание от начала до конца, если надо было по примеру взрослого выполнить какое-то задание, например, те же пазлы сложить, казалось бы мелочь, но она заставляла ребенка по образцу выполнить какие-то действия. И доделать дело до конца. И, естественно, доделать дело до конца. Если мы говорим о сюжетно-ролевых играх, да, каких-то, те же казаки, разбойники, подвижные игры, там есть определенные правила. И ребенок, выполняя эти правила в игре, приучается действовать по правилам. Вот точно так же он, приходя в школу, если у него произвольность сформирована, то ему гораздо проще учиться в первом классе. Он знает, что есть определенные задания, определенные правила, которые надо выполнять, ребенок к этому готов. Если же в дошкольном детстве все помогали взрослые, да, бабушки, дедушки, как наседки, ой, не получается, я помогу, то есть лишали ребенка какой-то самостоятельности. То в школе вряд ли что-то изменится. Да, в школе нужно будет вызывать бабушку и дедушку, чтобы они спасали ситуацию, поэтому... А можно спасти? Вот, допустим, момент в дошкольном возрасте упущен. Вот вкладывали прям вот все ребенку в рот, он привык брать с рук, а тут в школе требуют учиться самостоятельно. Можно как-то спасти? Всегда любую ситуацию можно изменить. Поэтому для начала, вот ваш ребенок идет в школу, что необходимо? Ну, естественно, провести беседу, что это начинается совершенно другая жизнь, что ты стал взрослым, что есть определенные правила, которые ты должен соблюдать. Завести обязательно, чтобы у ребенка было рабочее место, где он будет выполнять домашнее задание, чтобы это по возможности, может быть, не у всех такая возможность есть, чтобы у ребенка был свой рабочий стол отдельный, но по возможности сделать так, чтобы у него была какая-то своя зона, где он сам навел бы свой порядок, где ему ничего бы не мешало. Опять же, родителям не стоит прикладывать усилия и делать все за ребенка. Ребенок должен сам попытаться организовать свое рабочее пространство. И уже от этого, естественно, появляются какие-то первые вот эти зачатки мотивации, когда он понимает, что он взрослый, что ему что-то надо делать, какие-то, опять же, соблюдать правила. Обязательно стоит разработать для первоклассника режим дня, который он будет соблюдать. Опять же, родители могут вместе с ребенком его написать, оформить красиво. Это не мамино творчество, пока ребенок спит, и вот будь... А ребенок должен участвовать. Да, а ты вот выполняй. Нет, вместе проговаривать все пункты, во сколько... Спросить мнение, устраивать для тебя этот вариант. Во сколько тебе надо встать, как ты думаешь, сколько тебе минут хватит для того, чтобы собраться в школу, проговорить вот эти все моменты, расписать этот весь режим дня. Дальше, когда проговариваем после обеденное время, обязательно уделить ребенку время на то, чтобы он мог отдохнуть после школы. Пообедал, отдохнул, но, опять же, не затягивать это, не откладывать на более поздний срок, потому что рекомендуется... Вечером уже голова не работает. Рекомендуется, чтобы ребенок выполнял все задания до 6 вечера. К сожалению, многие родители работают до такого времени, но наиболее лучшее время для того, чтобы выполнять какие-то задания, это как раз до 6 вечера. Дальше, обязательно, если ребенок сделал уроки под присмотром мамы первое время, вместе с мамой, он должен собрать портфель. Ни в коем случае не откладывать это на завтра, на утро. И не делать это вместо ребенка. Да, и ни в коем случае не делать это вместо ребенка. Первую неделю, например, можно вместе сложить портфель, вторую неделю ребенок складывает сам под присмотром мамы, мама где-то проверяет, а дальше ребенок это должен делать сам. И вот если приучить ребенка именно к такому, он будет до 11 класса с вечера собирать свой портфель. И не нужно будет думать о мотивации. Да, и не нужно будет утром думать, а все ли я положил, и мы избежим опозданий, мы избежим лишних каких-то порицаний со стороны учителя, ты опять опоздал. Негатива какого-то. Да, какого-то негатива. Связанного со школой, которая вот как раз эту мотивацию больше всего и убивает этот негатив. Конечно. А что делать со средними школьниками? Ну, допустим, 5-й, 8-й класс. Мотивация, возможно, уже та, которая была в начинальной школе, угасла или и не появлялась. И на уме как бы в этом возрасте у них только одно – общаться со сверстниками. Вообще не до школы, абсолютно. Ну, и помимо общения со сверстниками, у нас есть еще всевозможные гаджеты, интернет, которые нас отрывают от реальной жизни. А это то самое зло, которое мешает нашим школьникам именно в подростковом возрасте как никогда учиться. Поэтому родители со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы в этот период быть другом своему ребенку. Вообще другом своему ребенку надо быть с самого маленького детства. Но если так получилось, да, мы обговариваем все ситуации, если так получилось, что вы где-то что-то упустили, вы должны в любом возрасте найти возможность общаться с ребенком, чтобы ребенок, приходя со школы, всегда вам рассказывал то, как он провел день, что он нового узнал, что интересного было в школе, чтобы общение родителей не сводилось, только все нормально, чаще всего. Да, все нормально. На самом деле мы, когда взрослые задаем вопросы и интересуемся жизнью наших детей, мы показываем, что нам интересна их учеба. Тем самым мы опять же думаем о той мотивации, повышаем эту самую мотивацию, которая нам так нужна в процессе обучения. Ну вот пришел со школы, за уроки он садиться не хочет. По результатам в дневнике ты понимаешь, что домашнее задание он не сильно-то и выполнял. Вот что с ним делать? Я так понимаю, если его заставлять насильно или предлагать там какие-то вознаграждения за хорошую учебу, то мало что хорошего из этого выйдет. Есть какие-то действующие методы для средних школьников? Ну, чаще всего у нас родители как? Пытаются опять же все переложить на ребенка. Вот ты пойди и сделай. Я считаю, что в таком случае надо сесть рядом, разобраться. Может быть, у ребенка есть какие-то пробелы в знании. Что скорее всего? Естественно. Если мы разбираемся и понимаем, что в каком-то предмете ребенок что-то упустил, что-то не получается, если есть возможность у родителей объяснить самому, это даже лучший вариант, чем репетитор. Тем самым мы показываем своему ребенку, что мы... Свою компетенцию. Да, тоже что-то помним со школой. Значит, школа – это вещь нужная все-таки в жизни любого человека. Объясняем ребенку. Если же мы понимаем, что по тому или иному предмету мы не можем, в этом случае, конечно, есть возможность подойти, обратиться за помощью к учителю. Но если это большой объем, понятно, что учитель не может в свое свободное время уделять внимание ребенку. Поэтому у нас есть такая возможность сейчас нанять репетитора, и чтобы тот пробел, который образовался в знаниях ребенка, был восполнен. То есть если есть какие-то проблемы с мотивацией, надо искать причину. Скорее всего, в школе какие-то проблемы. Может быть, конфликты со сверстниками, может быть, какие-то провалы в учебе. Решите эту проблему, и тогда мотивация вернется. Правильно? Если у родителей возникают трудности в этом вопросе, в любой школе современной есть психологическая служба, в которую каждый родитель вправе обратиться за помощью, и уже непосредственно по каждому случаю психолог будет разбираться и даст действительно дельные советы по той или иной ситуации. Так, раз мы уже делили по возрастам, о младших школьниках поговорили, о средних. Что посоветуете родителям старшеклассников? Или обычно к старшим классам мотивация наконец-то приходит, та самая осознанная, когда ребенок учится не потому, что мама его заставляет, не потому, что учатся его одноклассники, а потому, что это нужно только ему самому. Ну и в старших, среди старших школьников тоже есть... Да, тоже есть дети разные. И здесь, конечно, мы когда говорим о том, что ребенку надо повышать мотивацию, мы говорим ребенку во время беседы о том, что это возможность бесплатно учиться, это твоя возможность хорошо сдать экзамены, ЕГЭ. Да, все мы знаем, что это довольно-таки сложный экзамен в жизни наших детей. Довольно стрессовая ситуация, поэтому к этой ситуации надо готовить, надо показывать какой-то личный пример, да, обсуждать какие-то жизненные ситуации, которые произошли с кем-то, получилось, не получилось, как человек достиг того или иного уровня, помогло ли ему образование. На своем личном примере, допустим, если у родителя есть образование, вот посмотри, видишь, я хорошо училась, да, я получила высшее образование, которое позволило мне занимать ту или иную должность, получать ту или иную зарплату. А вот на примере, может быть, каких-то родственников или знакомых приводить другие примеры, что приходится вот человеку работать физически для того, чтобы получить зарплату. А когда ты получаешь образование, у тебя есть другие перспективы, да. У тебя есть выбор. Опять же, в школах ведется такой предмет, как профориентация, дети ездят на УПК, там тоже их проводят с ними профориентационную работу. Я, например, своих школьников обязательно ввожу в центр занятости, где показываю, какие есть вакансии на бирже труда. Какая зарплата у этих вакансий. Обязательно, какой уровень зарплат. И это наталкивает детей на то, что действительно надо получать образование, надо учиться. И твое образование нужно только тебе. Естественно, только тебе и больше никому. Если ваш малыш стесняется брать в школу еду, то купите ему красивый и модный ланчбокс. Это как раз тот случай, когда упаковка имеет значение. А какой перекус сложить в эту коробку, знает супермама Катя. Рубрика «Детское меню». В школах есть завтраки и обеды, но дети часто хотят съесть что-то особенное. Положить в коробочку можно все, что угодно. Главное, чтобы нравилось школьнику и было удобно перекусывать. Начнем с того, что класть в коробочку не стоит. Первое – это продукты с ярко выраженным ароматом. Например, колбасу, яйца и рыбу. Также не лучший вариант каши, ее просто негде подогреть. А холодная она невкусная. Также стоит обойтись без продуктов, которые крошатся, как некоторые сорта печенья, и пачкают все вокруг, как сочные персики. А теперь собираем идеальный набор для перекуса. Огурцы, сладкий перец, сыр, орехи – это то, что удобно быстро съесть. Галеты, мармелад, зефир, шоколад тоже восполнят энергию. Главное, чтобы продукты были нарезаны удобными кусочками, буквально на один укус. Мы не оставим вас без рецепта, поэтому готовим вкусные хлебные рулеты. Для этого нарезаем батон длинными ломтями. Раскатываем каждый кусочек, чтобы он приобрел пластичность. Предварительно мы заготовили начинку. Колбаса в этом случае подходит. А еще сыр и огурцы. Намазываем сливочное масло на кусочки хлеба, укладываем начинку на край и сворачиваем. Рулеты можно запечь до хрустящей корочки. Укладываем их в ланчбокс. Дети тоже не против интересных блюд. И положите в коробочку немного больше рулетиков, потому что одноклассники точно попросят поделиться. Главное, что нужно сделать родителям, это научить ребенка учиться. Правда ли, Анна Анатольевна, что родители как раз главный катализатор детской мотивации? То есть, когда мама недовольна тем, что ребенок абсолютно не берет в руки книгу, но ты задаешь ей вопрос, а часто ли ребенок вас видит с книгой в руках? И почему вашему ребенку должно быть интересно то, что неинтересно абсолютно вам? Да, действительно, наши дети – это наше отражение. И если мы как родители не читаем, не познаем мир, то и наши дети этому нигде не научатся. Еще очень часто вот по поводу чтения, почему мама не читает и ребенок не читает. Здесь же очень все просто. С детства приучите ребенка читать, но приучите читать не силой, не делая из этого наказание, как в большинстве случаев у нас бывает, а чтобы чтение для ребенка – это была радость. Покупка новой книжки – это радость, это приурочено к какому-то событию, что у тебя появилась новая книжка, вот мы с тобой сделаем какие-то дела и вместе почитаем. Вначале читает мама, потом мы читаем вместе, чтобы это событие действительно было радостное, но никак не наказание. Ребенок никогда в жизни не полюбит читать, а если он не полюбит читать, он не полюбит учиться, потому что для того, чтобы… Все взаимосвязано. Да, все очень взаимосвязано, поэтому никогда в жизни, даже если вам хочется очень усадить ребенка и наказать чтением, как угодно его накажите, но только не чтением. Чтение должно приносить радость. Естественно, для того, чтобы ребенок читал, надо показывать пример, что родители тоже читают. Пусть это будут журналы какие-то, пусть это будут какие-то книги, обязательно обсуждать. Можно ту литературу, которую ребенок проходит в школе, особенно это касается подросткового возраста. Перечитать тоже. Пускай не перечитать. Посмотреть вместе фильм с ребенком, обсудить этот фильм. Какой герой как поступил в той или иной ситуации, на чьей-то стороне высказать свое мнение. Обязательно дать возможность ребенку высказать свое мнение. И вот такое взаимодействие, оно, естественно, будет повышать у ребенка интерес к чтению, интерес ребенка к познанию. А еще очень полезно, когда ребенок видит не только читающую маму, но и маму, которая не останавливается на месте, а растет, чему-то учится. Возможно, посещает какие-то курсы, возможно, находит каких-то интересных собеседников, смотрит какие-то интересные фильмы. И ты рядом с такой мамой тоже вроде бы хочешь тянуться вверх и не стоять на месте. Правильно? Да, не зря говорят, ребенок не только слышит нас, но он нас видит в первую очередь. Поэтому то, что ребенок видит, сколько бы мы ему ни говорили, он будет делать именно так, как он видит поступают его родители. Это касается абсолютно любой области. А еще вот главное, наверное, тоже условие познания – это спокойствие. Правда ли, что ребенок, когда он находится в состоянии стресса, он не способен ни учиться, ни познавать чего-то новое, ни стремиться к каким-то успехам. А вот когда он точно будет знать, что его не будут ругать, что его не будут понукать, что с него никто не будет смеяться, что никаких насмешек не будет вокруг, то вот тогда он как раз и начинает стремиться вот к чему-то новому. Но часто, согласитесь, Анна Анатольевна, у нас в школе стресс. И когда ребенок возвращается домой, у него снова стресс. То есть, допустим, школьный стресс мы не можем контролировать. Там и одноклассники могут какие-то там замечания делать, у учителей у всех свои характеры, да, и методика преподавания. Но дома, дома мы можем избавить ребенка от стресса? Естественно, при любой, как мы уже говорили, при любой ситуации главное – спокойствие. Пришел, принес двойку. Это не конец света. Надо в первую очередь разобраться, какова причина. Значит, очень многие родители говорят о том, что вот у меня, например, по-русскому было не очень, поэтому он в меня такой. Ничего страшного. У папы с математикой, и он не математик. И это говорят в присутствии детей. Ребенок находит в себе оправдание. Ну, в кого мне быть… Я весь в маму, да. В кого мне быть великим математиком или знатоком русского языка? Я весь в своих родителей, зачем мне стремиться? Это, кстати, о том, что не стоит вешать на детей ярлыки. Правильно. Он бестолковый, ах, я бестолковый, что я тогда буду там мучиться, чему-то там стремиться и что-то учить. Уже как бы все обо мне все знают. Каждый ребенок рождается белым листом бумаги, и мы, взрослые, делаем записи на этом листе. Поэтому то, как мы будем эти записи делать, результат увидим, так скажем, в конце обучения, например, в школе. Поэтому прежде всего, даже если вы понимаете, что ваш ребенок вас сегодня огорчил, не навешиваем ярлыки, не говорим, не оцениваем его личность в первую очередь, не говорим, что ты двоечник, ты такой весь нехороший ученик, нестарательный и так далее. Мы разбираем ситуацию, почему произошло, что у тебя сегодня два по этому предмету, что ты должен был рассказать, что у тебя не получилось. Давай вместе разберем тот или иной вопрос и постараемся сделать так, чтобы ты в следующий раз не получил такую же оценку. И все. А еще здорово снимает стресс сеанс совместного чтения. И какую книгу выбрать для этого полезного и доброго ритуала, знает наш книжный эксперт Карина. Всем привет! Меня зовут Карина, и я подготовила для вас сегодня две полезные книги для младших школьников. Первая книга знаменитого детского психолога Людмилы Петрановской «Что делать, если…». Петрановская написала много прекрасных книг для мам. Это книга для детей примерно от 5 до 10 лет. «Что делать, если…» – это энциклопедия по всем жизненным ситуациям. Она у нас выпускается в двух частях. Мой экземпляр сразу содержит обе, но можно купить эти книги отдельно. Какие важные ситуации рассматриваются в этой книге? Например, что делать, если ты поранился, застрял в лифте, к тебе на улице пристает незнакомый человек, начался пожар, ты остался дома один, а в дверь звонят. Также затрагиваются такие темы, на мой взгляд, очень важные. Что делать, если тебя дразнят ребята, трудно учиться в школе, даже если у тебя плохой почерк, или с тобой никто не хочет дружить. Отдельная глава посвящена очень такой веселой тематике. «Что делать, если ты хочешь завести собаку, а твои родители против?» В книге приведена такая подробная стратегия пошагово, что я разрешила бы завести даже слона. Если вы не знаете, что подарить вашему малышу на выпускной детского сада, или своему первоклашке, то что делать, если это именно та книга, которая будет полезна и поможет ему в жизни. Следующая книга – это большая книга о теле человека. Сейчас очень много книг по анатомии для детей, и это прекрасно. Давайте же рассмотрим одну из них. В этой книге малыш узнает о том, как же устроено его тело, как работают различные системы организма, из чего он сделан, про пищеварение, что случается с едой, когда она попадает в наш организм, узнает про кровеносную систему, немножко про рождение детей. Все здесь в этой книге очень красочно, наглядно, интересно, много интересных фактов. Ну и, как я уже сказала, книга очень наглядная, поэтому хочу показать вам ее волшебные развороты. Вот такой вот прекрасный разворот посвящен скелету человека, костям, да, костной системе и мышце. Очень красиво, весь разворот около 90 сантиметров, то есть это практически, да, рост детей, и поэтому им будет очень интересно. Помимо этих двух разворотов есть еще такие же большие развороты, посвященные кровеносной системе и пищеварению. В конце книги есть небольшой тест на шесть вопросов, который проверит вашу внимательность. Это был мой обзор двух интересных книг для младших школьников, которые будут полезны даже родителям. Учите своих детей любить книги и до встречи на следующей неделе. У нас уже есть приличная коллекция таких книжных обзоров. Есть книги для малышей, для подростков, для мам и пап. Найти их все можно на нашем канале на YouTube, а еще присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях. А мы продолжаем разговор о школьной мотивации. Анна Анатольевна, что же делать, вот как правильно дома себя вести родителям, чтобы наша реакция на какие-то ошибки, на оценки ребенка, на какое-то поведение не стала для ребенка стрессом. Тем самым стрессом, который, как мы уже говорили, убивает всяческую мотивацию. Конечно, поддерживать ребенка абсолютно в любой ситуации, независимо от того, пришел он с положительными оценками, с отрицательными, хорошее у вас настроение сегодня или не очень, устали вы на работе или нет. То, как вы встретите своего ребенка после школы, те слова, которые вы ему скажете, как вы его поддержите, это оказывает огромное влияние на то, какое отношение выработается у ребенка к школе. Если мы взрослые, даже имея какой-то негативный опыт, все-таки свой школьный, не будем рассказывать, как было на самом деле плохо в школе, а наоборот будем рассказывать какие-то положительные истории, что-то хорошее о школе и создавать именно... Тут самый позитивный образ. Позитивное отношение к школе, то тогда ребенок будет ходить изо дня в день в школу с радостью, приносить нам хорошие оценки и радовать нас, родителей. После летних трехмесячных каникул сложно раскачаться и взрослым, и детям. Есть ли какие-то действенные методы, которые помогут ребенку быстрее влиться в этот процесс? Обязательно режим дня, вот как для первоклассника его разработать. Точно так же это и для младшего подростка тоже будет очень хорошим действенным вариантом, когда ребенок знает, что в какое время ему делать. И очень хорошо действует в плане того, что когда и как выполнять домашнее задание, выполнил домашнее задание, ты свободен. Особенно сейчас пока еще погода позволяет. Иди гуляй. Иди гуляй, да. Опять же, стимулировать ребенка на то, чтобы он отдых свой проводил не в компьютерах, не в интернетах, а чтобы он выходил на улицу, общался с друзьями, бегал, прыгал и получил позитивные эмоции на улице, а не сидя за компьютером. То есть побольше позитивных эмоций. Еще совсем недавно был праздник, белые бантики и пышные букеты. И первоклассникам наверняка казалось, что каждый день в школе будет выглядеть именно так. Но пришли будни, а вместе с ними и первые проблемы. Как решить в нашем следующем сюжете. Проблема первая – неожиданная усталость. Вроде и на кружки первоклассник пока не ходит и задают совсем чуть-чуть, а ребенок после школы вялый, рассеянный и все пытается куда-то прилечь и уснуть. Да, нагрузка в школе для всех одинакова, но дети-то разные. Есть ребята, которые устают даже от того, что рядом с ними много людей. От шума, от общения. Пройдет время, и ребенок втянется, но адаптация будет идти дольше. Важно здесь родителям обеспечить дома доброжелательную, спокойную обстановку. Необходимо следить за сном первоклассника. То есть ребенок должен ложиться спать не позже 21 часа. Необходимо, чтобы ребенок очень большое количество времени проводил на свежем воздухе. Причем прогулки эти должны быть активными. Проблема вторая – не получается завести друзей. В детстве дружеские связи и отношения напрямую влияют на самооценку и общее психическое благополучие. Поэтому к вопросу школьной дружбы нужно отнестись серьезно. Без нотаций поговорить с ребенком, выяснить, как он общается с другими. Возможно, именно его поведение – причина того, что одноклассники обходят его стороной. Есть такие детки, которые ведут себя либо слишком агрессивно, либо замкнутые. Конечно, это возникает у детей неприязнь к таким детям. Поэтому родители должны объяснять ребенку, насколько любят в коллективе дружелюбных, положительных детей. Проблема третья – расстройство из-за плохих отметок. Все родители хотят, чтобы их ребенок хорошо учился, но некоторые относятся к этому чересчур серьезно. Психологи советуют ослабить хватку и не доводить ребенка до нервного срыва. Постоянными претензиями и требованиями быть во всем идеальным. Ребенок просто будет бояться что-либо сделать. У него появится боязнь неудачи. Поэтому родителям не стоит возлагать слишком большие надежды на ребенка. То есть в первом классе он должен приобретать знания, должен радоваться каким-то своим малейшим успехам и своим удачам. А потом уже во втором и последующих классах можно уже работать над получением золотой медали. Учителя в начальной школе избегают негативных оценок, клеят в тетради лишь звездочки и солнышки. Этот вариант поведения стоит перенять и родителям. Хвалите, помогайте, заинтересовывайте и сравнивайте ребенка только с ним самим. А еще школьнику любого возраста будет намного проще влиться в этот водоворот школьного обучения, если дома будут поддерживать все его увлечения. Поэтому, наверное, еще один такой совет прислушивайтесь к эмоциям ребенка и разрешайте ему делать то, что он хочет. А у меня остался последний вопрос. Рабочее место школьника, как я уже поняла из нашего разговора, оно может или родить ту самую мотивацию, или полностью ее тоже убить. Вот каким оно должно быть, чтобы ребенку все-таки хотелось учиться? И обязательно ли это должна быть вот парта, стол? Или все-таки может старшеклассник и на диване, или на полу прекрасно сделать себе рабочее место и там учиться? Действительно, детям постарше можно разрешать такой вариант, как выполнение домашнего задания на диване, лежа или на ковре. Это еще и для позвоночника гораздо лучше, чем сидеть за столом. Но для первоклассника, естественно, все-таки лучший вариант – это сидеть за столом, за партой, чтобы это место было удобное, светлое. Может быть, переклеить обои именно в этом уголке, чтобы ребенок увидел, что что-то в его жизни поменялось. Раз поменялась окружающая атмосфера, значит, что-то он должен поменять и в себе, поменять отношения к тем делам, которые он теперь должен выполнять, как взрослый человек, хоть он еще и всего лишь первоклассник. И вот от того, какие будет ребенок получать эмоции от первых своих дней в школе, зависит очень и очень многое. То есть все в жизни школьника завязано на эмоциях. Чем больше положительных эмоций получают от родителей, от одноклассников, от учителей, тем проще учиться, тем больше желания в эту школу ходить. Анна Анатольевна, спасибо вам большое за ваши рекомендации. Я очень надеюсь, что то, что вы сегодня рассказали, ваши слова и ваши советы, они помогут нашим родителям вот с меньшим стрессом пережить школьные годы, поверить в своих детей и дать нашим детям возможность все-таки получать удовольствие и добиваться огромных, высоких вот таких результатов. Всего вам хорошего и до новых встреч. До свидания. А у нас остался еще один сюжет. Сейчас мы расскажем, чем кормить школьника, чтобы голова работала, а портфель был полный пятерок. Детская внимательность улетучивается, как только ребенок начинает испытывать чувство голода. Это научно доказанный факт. А потому так важно включить в рацион школьника так называемые продукты для пятерок в дневнике. Главные помощники в рационе школьника омега-3 жирные кислоты. Они помогают сконцентрироваться и ускоряют мыслительные процессы. А потому включаются в меню школьника жирные сорта рыбы, оливковое масло, авокадо и орехи. Некоторые исследования доказали, что дети, которые завтракают перед школой сбалансированно, лучше усваивают новую информацию. И топливом для мозга является глюкоза. Ее найти совсем несложно. Она содержится в овсянке, в меде и в сухофруктах. Что касается углеводов, нужно стремиться к употреблению полезных углеводов, то есть которые медленно в желудочно-кишечном тракте перевариваются и медленно повышают уровень сахара. В идеале ребенка, конечно, кормить завтраками. Это должны быть те самые медленные углеводы, то есть которые медленно будут повышать уровень сахара. Это в идеале овсяная каша с сухофруктами. Это один из примеров завтрака. Еще один вариант полезного завтрака – яйца. Причем важно употреблять не только белки. В желтке содержится большое количество правильных жиров и полезное вещество – холин. Оно помогает собраться с мыслями. Бутерброды на завтрак никто не отменял. Правда, они должны быть правильными. Включите в рацион вашего школьника цельнозерновой хлеб. Это дополнительный источник клетчатки. А вместо колбасы дополните такой хлебушек ломтиком запеченной индейки или запеченной курочки. Не обойтись школьнику и без природных антиоксидантов. Они помогают мозгу хранить и перерабатывать информацию. Получить их можно из овощей, фруктов, ягод и даже из правильных десертов. Тёмный шоколад содержит очень мощные антиоксиданты, которые называются флаванолами. Они усиливают приток крови к мозгу. Плюс шоколад отлично поддерживает уровень глюкозы в крови в качестве горючего. Витамин С улучшает память. Достаточно одной дольки лимона, добавленной в чай. Плюс витамин С помогает укрепить иммунитет. И не забудьте пропить его воду. Ведь именно обезвоживание может привести к замедлению мыслительных процессов. Поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы в школьном ранце всегда нашлось место для бутылочки с водой. Стимулируйте познавательную активность ребёнка. Рассказывайте ему интересные факты о мире. Находите время для совместного чтения и обсуждения прочитанного. Вместе смотрите познавательные фильмы, ходите в музеи и на выставки. При этом обязательно задавайте ребёнку вопросы и учите его рассуждать. Это была программа «Мамина школа». Мы увидимся с вами на следующей неделе. И будем расти счастливых и умных детей вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова